Дуроу! Наконец-то! Наконец-то! Господи, наконец-то! Как долго я этого ждал! iPhone SE 2! Я не шучу, Apple нехило так устроились! Выпустили смартфон, концепт которого уже несколько лет тусуют в интернете! Да-да, iPhone 12 mini это тот самый iPhone SE 2, который ждали несколько лет назад! Так, чё-то я забежал вперёд, давай по порядку! Для затравки Apple показала нам HomePod mini стоимостью 100 баксов И огромным функционалом, который для России, по моему мнению, не особо-то актуален Поэтому лично я продолжу мучиться с Яндекс.Станцией Корпус у него покрыт тканевым материалом, который должен улучшить качество звука Сверху сенсорная площадка с подсветкой Она же активируется, когда вызывают Siri А вот внутри процессор S5 Прям точно такой же, как в Apple Watch Series 5 А ещё чип U1, ровно такой же, как в iPhone 11 Я его слепила из того, что было Из крутых фишек, например, можно отметить возможность определения местонахождения владельца iPhone в помещении Но ещё прикольнее, возможность работы вместе с другими колонками по всему дому Зачем это нужно? Да просто сюда добавили технологию под названием Intercom Которая позволяет общаться со своими ребятушками в разных комнатах по всему дому Мы с пацанами раньше для этого использовали пластиковый стаканчик с верёвочкой Штука, конечно, интересная Но лично я снимаю маленькую однушку Поэтому мы с соседями и без колонки слышим друг друга прекрасно В остальном здесь все фишки Siri Хочешь, включи музыку Хочешь, найди её с помощью отрывка трека или по названию композиции Если пользователей у колонки несколько Для каждого будет озвучиваться персональный контент Ну и ещё одна полезная фича Все результаты выдачи автоматически направляются в CarPlay Так что всё под контролем Все желания запоминаются Говорят, кстати, что колонка скоро сможет работать со сторонними стриминговыми сервисами Типа Pandora или Amazon Music Ну а там и до Яндекс.Музыки недалеко Шутка В России же HomePod mini продаваться не будет В США колонку можно приобрести в чёрном и белом цвете За те самые 100 баксов Это где-то почти 8 тысяч рублей Предзаказы с 6 ноября Купить в магазине можно с 16 ноября Ну а после увлекательного рассказа про уменьшенный компот Долго-долго рассказывали, как будет круто жить в сетях пятого поколения Не знаю, доживу ли до этого в России Итак, айфонов теперь 4 Айфон 12, айфон 12 mini, айфон 12 pro и айфон 12 pro max Они все поддерживают 5G У них у всех одинаковые процессы И у всех крутые камеры Да, у прошлых чуть лучше, но об этом чуть позже Но самое главное, что они все в обновлённом плоском дизайне Ну а если не смотреть на курс доллара То цены остались прежними Вот только невозможно не смотреть на курс доллара, когда он 77 рублей Самый бюджетный и единственный из всей линейки, которой я мог бы себе позволить Стоит аж 70 тысяч рублей Завтра же продаю свой айфон 10, айфон 7 и айфон SE первого поколения Который мы разыгрываем у Тимура на канале Бро, не смей меня судить Мне срочно должен айфон SE, ой, в смысле айфон SE 2 Айфон 12 mini Айфон 12 и айфон 12 mini отличаются разве что размером дисплея Дизайн просто бомба Такой же как в айфон 4, 4s, 5, 5s Плоский, тонкий, сочный и очень лёгкий Но это очень красиво смотрится Прям теперь настоящий монолитный кусок металла Спасибо за ностальгию, Apple Доступно несколько цветов Чёрный, белый, зелёный, синий и красный Product Red С дисплеями ситуация такая У простой двенашки 6,1 дюйм с разрешением 2532х1170 и плотностью пикселей 460 точек на дюйм У айфон 12 mini 5,4 дюйма с разрешением 2340х1080 пикселей и плотностью пикселей 476 Что интересно, технология дисплеев это Super Retina XDR А значит смартфоны поддерживают HDR10 И всё это добро защищается новым прочным стеклом под названием Ceramic Shield Очень прочное Apple гарантирует, что теперь у пользователей будет в 4 раза больше шансов не разбить смартфон при падении Учитывая моё везение, маловато шансов Нужно больше шансов, Apple Мне нужно больше шансов Внутри стоит самый мощный процессор A14 Bionic Выполнен по 5 нанометровому техпроцессу У него на 40% больше транзисторов А энергоэффективность и производительность очень высокая по сравнению с A13 Ну, как говорят, на 50% Камер у обоих смартфонов по две Это широкоугольный сенсор на 12 мегапикселей И сверхширокоугольный на те же 12 мегапикселей Ночная съёмка тут стала лучше Ведь сюда установили новые линзы А также увеличили диафрагму То есть теперь это 1.6 А вот чего ждали многие, практически все Это работа ночного режима на сверхширокоугольнике и фронталке Ещё круто, что айфоны могут автоматически переключаться между LTE и 5G Когда нужно что-то скачать или загрузить, то автоматически включается 5G Ну а когда ничего не надо качать, сиди со своим LTE Технологии же прожорливые, экономим заряд В Apple уверяют, что всё работает очень хорошо Ведь протестировали новые технологии более чем у 100 операторов в 30 странах Кроме того, добавлена поддержка беспроводной зарядки MagSafe То есть в корпусе теперь есть специальные магниты А чехлов для 12-го айфона отныне будет огромная куча В общем, сделали удобно, честно скажу, захотел И да, Apple долго к этому шла, можем её поздравить Теперь iPhone 12 поставляется в коробке без наушников и без блока зарядки Только кабель Type-C на Lightning, только хардкор Боже, спаси Америку iPhone 12 и 12 mini можно купить в конфигурации 64 гигабайта, 128 гигабайт и 256 гигабайт В России цены начинаются от 80 тысяч за двенашку и от 70 тысяч за миник соответственно Двенашка будет доступна уже 23 октября, а мини придётся подождать аж до 13 ноября Дальнейшая часть презы мне была уже не так интересна Потому что на iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max денег мне уже не наскрипсти Корпус у них изготовлен из некой хирургической стали А задняя панель из обработанного матового стекла И что важно, есть уровень защиты по стандарту IP68 А это значит, что можно погружать iPhone на глубину до 6 метров Короче, фотки в бассейне никто не отменял Погодите-ка, а двенашка и 12 mini влагозащиты нет что ли? Фух, пронесло Тут влагозащита тоже есть Расцветок у прошки H4 выглядит потрясающе Гранитовый, серебристый, золотой, а также тихоокеанский си Как кошерно звучит, ты только посмотри, а Экраны 1.6 дюймов у 12 Pro и 6.7 дюймов у 12 Pro Max У обоих смартфонов разрешение 2778 на 1284 пикселей Это Super Retina XDR с поддержкой HDR10 Здесь такой же процессор, как у младших братьев Да и дизайн-то в принципе не сильно отличается Единственное, тут камер побольше Это три сенсора по 12 мегапикселей со светосилой от 1.6 до 2.2.2 Оптическая стабилизация матричная Это уже просто верх Поскольку я говорю про технологию для камер DSLR Которая позволяет снимать фото с высокой выдержкой прям с рук без искажений Поскольку матрица дрыгается прям в такт моему Паркинсону Функция Deep Fusion отныне стала лучше и быстрее А вот технология Smart HDR обновили до третьей версии Еще важный момент Apple переосмыслила RAW Теперь есть Apple Pro RAW Это продвинутая версия формата RAW Который iPhone способен мгновенно обрабатывать изображение С использованием Deep Fusion и Smart HDR Щелкнул, получил крутую фотку прям через секунду Это хорошо А что еще хорошо, так это возможность настраивать параметры получившегося прям в приложении фото Для этого сохраняется отдельный файл формата Deep RAW Ну и самая главная фишка Возможность снимать видео с технологией широкого динамического диапазона HDR На этом моменте Apple серьезно заявили, что это iPhone первый в мире телефон Который способен снимать видео в Dolby Vision HDR И что главное, такие ролики можно редактировать прям в iPhone Господи, куда технологии идут? У iPhone 12 Pro есть новый LiDAR Он позволяет системе определять расстояние от объектива При недостаточной освещенности iPhone может использовать его для автофокусировки Как в фото, так и в видео Цены следующие iPhone 12 Pro и 12 Pro Max с памятью 128, 250 или 512 гигабайт Доступны по цене от 100 тысяч и от 110 тысяч Соответственно В России простую прошку можно будет взять уже 23 октября А Pro Max с 13 ноября Ну и как итог, то что показало Apple, это безусловно грандиозное обновление линейки С учетом того, что внешний дизайн не особо поменялся Наоборот, ребята вернули наш четвертый iPhone Засунули в него продвинутую начинку Собственно, начинка действительно радует Про производительность особо нечего сказать Ведь последние чипы настолько мощные То пока еще не ясно, куда девать всю эту ядерную или египетскую силу Единственный минус – это курс доллара Ну а Apple – респект Поскольку они стараются сдержать свой рост цен на смартфоны Несмотря на то, что пандемия нехило так нагнула все компании А ведь любые технологии денег стоят Бро, если ролик понравился, то подписывайся на канал, ставь лайк Ну а если чё, я в комментариях Пока! Пока!